Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Не прошло и полгода, как мы приехали из Турции, но про самое главное путешествие, которое нам устроили местные гиды, мы вам еще не рассказали. Турки долго готовились к этой экскурсии, обещая показать нам самые главные местные достопримечательности. И нас морально готовили к этому захватывающему действу. И наконец-то это свершилось. Мы отправляемся на экскурсию в город Фетхи. А какие самые главные достопримечательности в любом турецком городе, поселке и даже в самой заброшенной горной деревеньке? Правильно! Все вы, уважаемые любители рок-музыки, прекрасно знаете и без нас. Это, конечно же, магазин турецких сладостей, это магазин турецкого текстиля, это местный винный погребок и, само собой, разумеется, магазин меха и кожи. А куда без меха? Это же главное, что нужно туркам в 40-градусную жару. Ну а потом уже, под самый конец, как говорится, на закусочку, в программе экскурсии появляются всякие исторические памятники, развалины и гробницы. Поэтому наша экскурсия по городу Фетхи, конечно, сразу же началась с одного из самых знаменательных мест. Уважаемые любители рок-музыки, в ходе путешествия нас привезли в первое главное место этого города, это магазин сладостей. Это намного важнее, чем парк, чем крепость. Магазин сладостей. Потом будет следующее достопримечательностей, магазин золота и под конец магазин кожи и меха. Сейчас посмотрим, чем они тут людей пугают. Привет, привет! Привет, родни! Рок-н-ролл форево! Одесса, мама! Здравствуйте! Скажите, а у вас нету на мужчин национальной одежды вашей? Нет, национальной одежды нету здесь у нас. Не бывает? Нет. А что так плохо-то? Почему так плохо? Я приехал специально национальную рубашку купить. Так, а прогуляйтесь, угощайтесь. Куда мне угощать? Я уже наугощал. Конечно, что незаметно. Благодаря на плаву. Хорошо, но мне все это есть нельзя. Уважаемый любитель рок-музыки. Вот они, турецкие богатцы. Одно из главных турецких богатств. Кстати, когда мы были в Стамбуле, и вот этот у них огромный базар, огромадный. Он прям завален на тебе сладостью. И реально вкусно. Мы оттуда много привезли в Турцию в тот раз. И здесь, видите, дают дегустировать и продают вина. А у турков какие вины ценятся? У них ценятся фруктовые вина. В принципе, как и, допустим, на Украине. Там в основном ценились раньше, и в Молдавии. Фруктовые вина. Какие? Яблочные. Это самое главное вино. Даже были сорта такие. Яблочные. Так и называлось яблочное. Рубль 17. И было белое крепкое. Тут тоже яблочное вино. Белое митсне. Это наше любимое в детстве было вино. Рубль 0,7. И здесь фруктовые вина. Потому что виноградники здесь, ну, не того класса. Виноградные вина турецкие в мире неизвестны. Ну, в принципе, как и наши русские. Но хотя наши уже в Крыму делают неплохие вина, я хочу вам сказать. Пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки. Сам есть не буду. Я люблю это дело. Но участникам группы Волочек СД я порекомендую взять с фундуком. Они самые вкусные. Ну, или вот эти. Это тоже с фундуком, но с шоколадом. Видите? Вот уже такое вот извращение такое небольшое. Тоже с фундучком. Гляньте, кем-то присыпанные. Хорошие, хорошие, хорошие. Я смотрю, тут этот ряд весь с фундуком. Хотя ленте тут. Смотрите. Не жалеется. Не жалеет фундук, люди, а? Уважаемые любители рок-музыки. Мой знаменитый режиссер, продюсер, заставляет меня съесть кусок. От, отрежу. А ну, гляньте. Я надеюсь, что зубы у меня не скрипнутся. Как вы думаете, он дочек? А? Все знает. Уже пробовал видать. Елена Ивановна, прекрасная. Вы, мидишься, отсюда не выгоните. Прорубовать буду сейчас все вот это. Беленькая. С фундучком. Слушайте, вкусно. Другой привкус. Вот. С чаем. Это изумительное. Просто изумительное. Лакомство, вот так бы я сказал. Возьмем сейчас с фундуком вот этот кусок. И, может, вот это. Уважаемые любители рок-музыки. Но начальство настаивает съесть еще оранжевый. Ну, раз так. Раз пошла такая пьянка. А я же не против. Ну, белое и шоколадное мне понравилось больше. А вы же знаете, я никогда не игру. Я же будущий эксперт. Мишлен. Мне нельзя брать. Уважаемые любители рок-музыки. Но они, видать, чувствуют, что я бросил пить. Сразу отвалил. Тут главный, чтобы... Будем ждать. Потому что... Мне самого лучшего вина налейте. Гранатовый? Чтобы я не мог оторваться. Вина, вина, вина. Гранату вы попробовали? Вина, вина, давайте. Вот это все вина. Так я сам буду пробовать, Сюль. У меня тут все вина. Какие хотели? Гранатовый есть. Ну, так самое лучшее мне. Гранатовый. Да, вы говорите. Гранатовый самое лучшее? Это вино? Стоп, стоп. Да, конечно. 11 градусов. Елена Ивановна. Вы же знаете, что мне нельзя, ну, давайте. Ну, как? Уважаемые любители рок-музыки, вы же знаете, что мне доверять можно на 100%. Никому нельзя верить? Волощуку можно. Но я своему продюсеру тоже доверяю. Поэтому сбрасываю полбалла. 4,5 балла, говорит, вино, хорошее. Для фруктового, говорит, прям прекрасное вино. Говорят, что еще из Кизила хорошее вино. Сам пробовать не буду. Буду спаивать продюсера и режиссера одновременно. Два в одном. Давайте. Уважаемые любители рок-музыки, ну, вы же знаете, что Бог любит троицу, поэтому попробуем еще из ежевики. Винишко. А ну, Елена Ивановна. Уважаемые любители рок-музыки, если сейчас поплывет изображение, то знаете, она уже напилась. Я тут не виноват, потому что это еще крепче, это 13 градусов ежевичное. Но, но продюсер сказал, что лучше всего Кизиловая. Будем брать или нет, бутылочку. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот я бросил пить, они не хотят покупать. Ну, ладно, пойдем. Вы уже напились, вам уже больше не надо. А я не пью, пошли. Уважаемый любитель рок-музыки, я ввел в заблуждение. Сказал, что Бог любит троицу. Ну, Бог любит цифру четыре. Почему? Потому что первый блинком, он второй знакомый, третий дай мне роднее, а четвертый мне. Поэтому мой знаменитый режиссер и продюсер очень любит испанские вина. А тут сангрия. Это тоже фруктовая вина, но испанская. Сейчас проверим. А ну как? В сравнении с настоящим испанским. А ну, Елена Ивановна. Показывает, что прекрасное вино, но испанское лучше. Я не знаю почему. Почему испанское сангрия лучше? Может потому что это испанское вино, а не турец. Может поэтому? Уважаемые любители рок-музыки, мы выбрали самое лучшее вино. Кизиловое и гранатовое. По бутылочке. Давай-давай. Но не дают бросить бухать. Такое вино вкусное. Хотел завязать, а вот не получается ничего. Прям с горла. Как в детстве, обязательно. Но в детстве, как за горло, только и пили. Пожалуйста. Благодарю. Я положу туда? Ну все, уважаемый любитель рок-музыки. Режиссер мой сопьется, чувствую. От Кизилова и гранатового вина. А куда деваться? Ну жизнь такая пошла. Елена Ивановна, здесь хорошие специи. И нам рекомендуют. Для шашлыка нам же больше ничего не надо, для шашлыка только. Правильно? Да. Ну что, покажите. Покажите. Это для шашлыка, да? Хорошо. Возьму где больше. Цена одна. Все есть. Весь набор восточных специй. Пригодится. Спасибо. Куда бы я ни приехал. Даже на Чукотку. И там мне хорошо. Даже в юрту какую-нибудь. И мне всегда там хорошо. В центр вселенной. В каждого из нас. Куда бы мы ни поехали, мы всегда с собой берем себя. И мы создаем свое настроение. Поэтому, конечно, прекрасно. Да тем более здесь классно. Здесь хорошее море, хороший песок. Жарко. Я прям отдыхаю. Я же вырос на море, поймите. Вы видите. А где? А где? А где? Одесса. Вы из Деса. Вы из Деса. Вы из Деса, да. Поэтому тут родное все море. Прямо близкое к черному. Хороший песочек. Получаю удовольствие. Так что так. Ну и сладости, конечно. Я не люблю сюда заезжать. Тут все слишком вкусно. Здесь вкусно, реально. Будем торговаться сейчас с ними. Вы же порекомендовали торговаться. Будем торговаться. Перца. А что, еще хороший? Ооо. Можно сделать разного. А это черный? Да. Уважаемые любители рок-музыки. Я еще не все купил. Вы думали, что все, что закончили уже все? Нет. Потому что я обожаю горечь. И остроту ощущений. Поэтому я не мог уехать отсюда без перца. Поэтому возьмем красного. В горошек который. И черный. Ну, белый нам, наверное, не нужно. Или возьмем белого? Давайте. Черного, белого и красного. По чуть-чуть. Немного. Уважаемые любители рок-музыки. Может быть. Когда-нибудь. Я кого-нибудь. Из вас. Лучших. Лучших. Только. Приглашу к себе в гости наше стуль. Тех, кто победит. Кроме в моем конкурсе. Поэтому перед взял. Буду торговаться. Потому что вы знаете, что в Турции это главное. Так, давайте. Скидки для ветеранов флота. 3 800 у вас было без скидки. Сейчас 3 100. 30 лир. 700 лир сделали скидку. Ну все. Трезвая жизнь моего режиссера кончилась. Вино взял. А у детей кончилась горькая жизнь. Сладости взял. Товарищ генерал, разрешите убыть. Разрешаю. Есть. Самое главное разрешили. Но для ветеранов флота, конечно, скидки сделали маленькие. Но вы же шли. Вы меня бросили. Бросили меня. На произвол судьбы. Да, Марик. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Расскажет роли. Расскажет. Хорошо.